Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную сочную закуску из кабачков с сырно-грибной начинкой. Всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусочные закусочные рулеты из кабачков с фаршем. Готовятся быстро, просто, получаются вкусно. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем молоденькие кабачки, я кожицу не счищаю и натираем на крупной терке. В кабачки добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Подготовим начинку. Берем грибы-шампиньоны и нарезаем мелкими кусочками. Чем мельче, тем лучше. На предварительно разогретую сковородку наливаем немного растительного масла. Высыпаем сюда грибы-шампиньоны и обжариваем до золотистого цвета. Берем мелко резанный зеленый лук. Добавляем сюда обжаренные грибы. Как видите, они у меня горячие. По вкусу добавим черный или лимонный перец. Немного соли. Немного зелени укропа. И все заправляем творожным сыром. Или взять можно сметану. Все хорошо перемешиваем. Начинка получается грибная очень вкусная. Она будет сочная, потому что мы сюда еще будем добавлять помидоры. Кабачки постояли 10 минут и дали сок. При желании вы их можете отжать, то есть слить сок. А можете использовать вместе с соком. Я кабачки отжала слегка. Теперь сюда добавляю одно яйцо. Три столовые ложки манки. Две столовые ложки муки. Черный молотый или лимонный перец. И все хорошо перемешиваем. Перемешаем. И дадим постоять кабачком примерно минут 5-6. Чтобы манка немного у нас разбухла. На предварительно разогретую сковородку наливаем растительное масло. Добавляем кабачковое тесто. И делаем небольшой блинчик. При помощи ложки распределяем. И обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки. Кабачковый блинчик перевернули. И обжариваем с другой стороны. Берем кабачковый блинчик. И сверху тонким слоем смазываем куриным фаршем. Фарш у меня приготовлен из куриной грудки. Вот так тонко. Сверху добавляем грибную начинку. Берем помидоры. У меня крупные помидоры. Вырезаем сердцевину или плодоножку. И разрезаем вот на такие тоненькие кусочки. Сверху начинки добавим помидорки. И завернем в рулетик. Готовый рулетик помещаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Швом вниз. Сверху кабачковые рулетики смазываем сметаной. При помощи силиконовой кисточки. И тщательно посыпаем тертым сыром. И отправляем в духовку, предварительно разогретую до температуры 180 градусов, на 25-30 минут. Ну вот, прошло 25 минут. И кабачковые рулетики готовы. Получаются они вот такие вкусные, сочные внутри и с румяной сырной корочкой снаружи. Готовые рулетики выкладываем на тарелку и подаем к столу. Сверху рулетики посыпаем мелкорезанной зеленью укропа. Такие рулетики можно кушать как в холодном, так и в горячем виде. Они получаются вкусные, сочные и очень аппетитные. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своим рецептом. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью и с хорошим настроением. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok